В 1 миллион долларов Такой себе вопрос Ничего не покупают Пенсионеры и денег у нас на этом не хватает Научиться жить на 50% своего дохода Хочется больше потратить еще, по крайней мере, чем откладывать В меня сразу не полетели помидоры Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, это новый выпуск и в нем мы поговорим Может ли человек без специального образования Без каких-то специальных навыков, знаний, фондов, инвестиций, акций И многого другого Создать капитал в 1 миллион долларов за 15 лет Не обладая особыми богатствами при средней по России зарплате Давайте в этом видео мы об этом поговорим А в прошлом выпуске я обещал, что расскажу про свою стратегию инвестиций Как я собираюсь это сделать А я собираюсь это сделать И причем очень даже простым способом Я вам обещал, что поделюсь информацией об этом И вот этот выпуск настал И на самом деле все окажется намного проще, чем вы думали Поэтому погнали! Ну а для тех, кто не хочет ждать, чтобы об этом узнать и смотреть весь выпуск Вы можете переходить сразу по ссылке в описании И там вы попадете на вебинар, где вам расскажут, как накопить миллион долларов за 15 лет Ну а начать я бы хотел сначала с того, что Однажды одна американская пара решила провести эксперимент Просто взять и прожить один год без денег Реально это или нет? У них был дом, у них был небольшой участок, они там что-то выращивали Эксперимент заключался в том, что они ничего не покупают Они ездят на работу на велосипедах Все, чем они питаются, они выращивают сами И по сути у них нет необходимости что-то приобретать Одежда у них уже была, гаджеты, телефоны, все, что необходимо у них уже было И они справились с этим экспериментом Естественно, они не загнали себя в эту яму и не стали так жить всю жизнь Потому что это эксперимент, потому что нет смысла так жить всю жизнь Ну это же, мы понимаем, это глупо Мы же не настолько дауншифтеры, точнее они И они сказали, что на них это повлияло очень сильно Во-первых, они избавились от лишнего хлама прежде всего в голове То есть они поняли, что в жизни они покупают слишком много лишнего Во-вторых, они накопили приличную сумму денег, которые они инвестировали Третье, они поняли, что жить можно на меньшую сумму И вот здесь я бы хотел перейти к следующему пункту, который я бы вам хотел сказать Этот тезис я услышал от Милы Колоколовой, когда обучался у нее Может быть, где-то она тоже это услышала А что, если попробовать научиться жить на 50% своего дохода? Вы откладываете ежемесячно какие-то накопления? Да, конечно А сколько процентов от дохода? 50 где-то Какой процент ежемесячно нужно откладывать в накопления? Для инвестиций или еще для каких-то целей? Ну, процентов хотя бы 10, но этого не получается, поскольку мы пенсионеры И денег у нас на это, на то, чтобы отложить и накопить, не хватает Ну, в процентах, может быть Но вы не откладываете ежемесячно? Не делаете никаких накоплений, да? Нет Пока не особо получается откладывать А почему? Молодая жизнь, наверное, все дела Да, хочется больше потратить еще, по крайней мере, чем откладывать Такой себе вопрос Не откладываю У меня нету такого, как бы, чтобы отложить Ну вот смотрите Когда-то вы зарабатывали меньше В два или в три раза И вы жили на эти деньги Но потом зарплата увеличилась И аппетиты тоже увеличивались А ведь по идее, чисто теоретически, мы можем не все Не все Но многие из вас могут попробовать жить на 50% И я хочу здесь сразу же оговориться, друзья Прям так оговориться, чтобы в меня сразу не полетели помидоры Что не всем эта стратегия подойдет Допустим, мне эта стратегия не подходит Но это один из способов Это одна из возможностей для кого-то Потому что кому-то уже просто не на чем экономить И это понятное дело Поэтому для вас будет другой совет Да, попробуйте увеличить ваш доход на 50% Это тоже вызов еще тот И это еще тяжелее, чем жить минус 50% на эту сумму Чем увеличить на 50% Но мне этот подход больше нравится Я увеличу еще на 50% свой личный доход Но суть не в этом Наша задача взять еще откуда-то 50% от той суммы, которую мы зарабатываем Как мы с ней можем обойтись? Разложить по разным конвертам Допустим, 10% один конверт вы кладете для себя И допустим, эти деньги вы в будущем будете инвестировать Второй конверт это для здоровья, для себя любимого Чтобы поддерживать, ходить в спортзал, какие-то процедуры Иначе для чего все это? Нужно о себе заботиться Третий конверт это на самообразование Я постоянно учусь, я прохожу программы Я покупаю консультации Я прохожу какие-то курсы Для того, чтобы достигнуть своих целей И для этого я тоже ежемесячно инвестирую определенную сумму Также туда входят путешествия И также туда входят деньги, которые мы вкладываем, так сказать, в семью А, ну там есть еще благотворительность В общем, 5 конвертов И откуда взять эти деньги? Либо сократить затраты, либо еще добавить к своему доходу Ту сумму, чтобы вам на это хватило Итак, у нас есть один конверт с инвестициями И если вы думаете, вот теперь мы переходим к третьему моменту, ключевому в нашем выпуске Как все-таки, я же обещал, накопить 1 миллион долларов за 15 лет И сейчас вы услышите слова, которым я сначала не поверил Достаточно инвестировать всего лишь 100 долларов в месяц Многие ли из вас могут взять и отложить 100 долларов в месяц? Это один из наших конвертов И главное, как его инвестировать так, когда у тебя нет специальных навыков Когда у тебя нет знаний, нет понимания, как ты это делаешь И еще нет времени обучаться Я такой Я гуманитарий, не математик У меня нет терпения для того, чтобы разбираться в этом всем Мне реально тяжело даются цифры, графики, фонды И я пытаюсь, но мне тяжело Но у меня мозг, он просто вот, ну плохо он считает Это не значит, что я не могу стать инвестором Я приспосабливаюсь Я нахожу варианты Помните, у нас в школе был такой урок ТРИС Теория решения изобретательских задач Вот перед вами задача Как, не разбираясь в финансах, в акциях, в инвестициях, стать инвестором? Какие есть варианты? А если творчески подумать? А если набросать варианты? А если что-то попробовать? И один из вариантов, который я нашел Это просто повторять за человеком, который это уже делает Представляете? Человек, который в этом разбирается У которого есть экспертность И кто уже это понимает, как реализовать Просто повторять за ним Вот он сказал Вкладываем сегодня сюда Переводим деньги сюда Перевкладываем сюда И все, я делаю и повторяю за ним В прошлом выпуске я сказал, что я скачал приложение Сейчас я пользуюсь приложением ВТБ Инвестиции Кидаю туда раз в месяц 100 долларов И моя стратегия очень проста Я повторяю за Максимом Петровым Именно такого наставника в инвестициях На данный момент жизни я для себя выбрал И у него есть такая программа 1 миллион долларов за 15 лет Где он наглядно показывает и обосновывает Как этот результат будет достигнут Как будет достигаться этот результат? Во-первых, за счет сложного процента Мы те деньги, дивиденды, которые мы получаем от прибыли с акций Мы их реинвестируем Мы снова отправляем И то есть у нас проценты накапливаются уже на проценты Плюс мы ежемесячно добавляем 100 долларов И есть определенные финансовые рычаги и инструменты Рынок растет, но не весь Вот если вы сейчас посмотрите на слайд на этом экране Который многим может показаться сложным Но на этом слайде видно, что 2 трети времени рынок растет Рынок основных инструментов, куда инвестируют деньги И вы можете увидеть, что за последние, например, 15 лет Что бы ни говорили про доллар, он вырос на 115% Также есть индекс роста недвижимости Есть общий рост рынка ММВБ и так далее И на самом деле рынок за это время, за последние 15 лет вырос на 700% Разбираясь и понимая эти финансовые инструменты А я их не понимаю до конца Возможно пойму, буду изучать, но я же хочу начать инвестировать уже сегодня Понимая, как работают эти рынки Можно умело распоряжаться этими деньгами Достигая определенный процент Покрывая инфляцию, чтобы еще сверху было что-то Реинвестируя эти деньги За 15 лет у тебя образуется 1 миллион долларов Если хотите узнать, как это будет происходить подробно Просто придите на бесплатный вебинар Зарегистрируйтесь и послушайте Когда специалист вам скажет нормальным языком Я так передать честно не могу Я пользователь, мне интересно Я иду финансовым путем И ищу для себя варианты Как это сделать лично мне Попробуйте и вы Итак, давайте подведем итог этого выпуска Либо можно научиться жить на 50% своего дохода Либо попробовать увеличить доход на 50% Откладывать деньги ежемесячно в разные конверты на свои цели Третье, 100 долларов может отложить практически каждый Может быть, вы сами разбираетесь в инвестициях Я, кстати, в прошлом выпуске давал ссылки на бесплатные курсы от банков Которые обучают азам инвестирования Кому-то этот способ подойдет Инструментов множество Главное начать делать хоть что-то И, кстати, в прошлом выпуске я и говорил Что я уже начал делать Что предпринял Кому-то, возможно, подойдет такой формат Просто повторять за кем-то Это уже все индивидуально, друзья Итак, если вам понравилось То ставим лайк Напишите в комментариях, как вам выпуск И подписывайтесь на мой канал С вами был Павел Багрянцев И обязательно посмотрите Мои предыдущие выпуски про финансы Потому что там было тоже очень много полезной информации Всем пока и до новых встреч Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok